Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мяскик. Меня зовут Ирина. И если вы любите видео подобного характера, именно пустые баночки хозяйки на заметку, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. И надеюсь, данное видео для вас будет хотя бы чуть-чуть интересным и полезным. Ну что, поехали смотреть, что у меня собралось в коробочке и какое у меня сложилось мнение о данных продуктах, которые у меня здесь закончили. Закончились. Первое, с чего хочу начать, я, наверное, тот блогер, который начал снимать обзоры на туалетную бумагу. Как бы это смешно не звучало и как-то, не знаете, не камильфошно, я могу сказать только одно. То есть как бы жизнь такая штука, что как бы без этой штуки мы обойтись не можем. И сейчас на рынке представлено очень много данного средства личной гигиены. И поэтому мне хочется остановить свое внимание на этом, потому что, блин, реально, если она классная штука, то она экономит бюджет. Это я сейчас говорю, это не реклама. Я говорю о таких вот, о такой туалетной бумаге, как ZEVAT. Именно серия DELUX. Мне нравится она в разы больше, чем обычная. Нравится она мне тем, что она реально мягкая, она реально экономичная, и она реально оправдывает свою стоимость. Так что здесь у меня было сколько рулонов, сейчас посмотрим. Было у меня 8 рулонов. И хочу сказать, что, блин, ну, хорошая туалетная бумага. Еще здесь втулка, которую можно просто выбрасывать в агентаз. Так что я вам рассказала, вы сейчас посмеялись, разрядились, поехали дальше. А следующее, что от ZEVAT у меня тут, это бумажные полотенца. Так как я человек, у которого склонность к высыпаниям на лице, для меня вообще бумажные полотенца, это такая вещь, которая универсальна. И я ее использую как в ванной комнате, чтобы вытирать лицо, да. Также я использую такие бумажные полотенца на кухне, когда мне не хочется пачкать обычное свое полотенце кухонное. А я просто какой-то жир могу просто собрать вот этим вот и выбросить. То есть, как бы из всех бумажных полотенец то, что я пробовала, именно ZEVAT, это всегда именно те бумажные полотенца, которым я всегда возвращаюсь. То есть, я вам их тоже могу смело посоветовать, если это так можно назвать. Если вы тоже ищите какие-то, так скажем, соотношения цена и качества бумажных полотенец, то гоу, покупать ZEVAT, так скажем. Блин, компания ZEVAT, они мне уже должны доплачивать за рекламу. Следующее, что мне здесь попадается, это губки для мытья посуды. Их было здесь 5 штук. Фирма называется Finleaf. Они представлены у нас в метро. Магазин, я не знаю, как это назвать, база, магазин, торговая площадь. В общем, торговая площадь для птовиков. Да, вот вы поняли. Мэтро. Кэшн Кэри. В общем, что я вообще о них, какое у меня сложилось мнение об этих губок для мытья посуды. Они были очень бюджетные. Вот из разряда очень, прям что-то прям очень-очень. Они что-то стоили, по-моему, рублей 15 за 5 штук. И я такая думаю, блин, надо попробовать. И я их купила, и они у меня так быстро улетели. И знаете, я скажу, что, наверное, да, цена-качество у них вот прям вот перпендикулярно, параллельно идут. То есть это вот чисто какая-то вот, ну не знаю, да, она неплохо размыливает средства мылящиеся, но как-то вот, знаете, вот, ну нет, я, наверное, их не куплю. То есть у меня больше не возникла мысль о том, чтобы пойти их покупать, чтобы сэкономить. Наверное, это не те губки, которые будут экономить ваш бюджет. Как-то, вы знаете, не впечатлили они меня. Так как я сейчас не могу встретить свои перчатки, которые у меня были в Бон Хоум, их, к сожалению, теперь в нашем городе ни на одной торговой площади я найти не могу. И придя в магазин Магнит Косметик, в общем, я взяла вот такие вот перчатки, которые стоили, девчонки, по-моему, в пределах 45-50 рублей. Но везде цены разные на самом деле. И ценники даже вот на прилавке, они всегда почему-то в Магнит Косметик, они могут отличаться. То есть я даже, у меня были ситуации, когда к ним я приходила, и они мне пробивали, ну, допустим, штучный товар, который у них пробивал, он не соответствовал тому чеку, который, ценнику, который был на прилавке, и чеку по выходу, да, когда уже меня, так скажем, рассчитывают. И у меня были ситуации, когда, да, я тот противный покупатель, который буду стоять и отстаивать свои права, и говорить о том, что, блин, не нарушайте, пожалуйста, мои права, как потребителя, да, то есть, собственно говоря, закон о защите прав потребителей. Ну, не зря же я столько лет реально на юрфаке училась для того, чтобы меня еще и дурили. Так вот, возвращаясь к этим перчаткам, могу сказать, блин, печаль печальная, как вы видите, у меня за последнее время, наверное, за последние полтора месяца, два месяца, у меня улетело три пачки, три упаковки, и, блин, да, они быстро рвутся, косячные они такие, но пока это то, что, ну, можно, так скажем, использовать, потому что они бюджетные по сравнению с другими, что есть в магазинах. Так, следующее, что у меня уходит, это просто мое любимое средство для чистки канализационных труб. Спасибо производителю, они вот здесь вот написали это, потому что сколько я снимала обзоров, помню, и не могла вспомнить, как называются эти трубы. А здесь сейчас как бы вот есть бренд тоже идет Мастер Блеск, это тоже представлено именно в Магнит Косметик, они представлено именно в сети магазинах Магнит. Реально, девчонки, бюджетная штука, бюджетная штука, которая реально прочищает трубы. Не надо покупать огромные вот эти бутыли, дорогущие, заливать, ждать. Тут засыпал, можно даже на ночь, залили кипятком, стаканом кипятка, и все. Можно закрыть вот эту штуку, чтобы, да, не было никакого запаха, потому что все равно на канализационных трубах все равно скапливается какой-то запах, и когда какая-то вот химия попадает туда, оно начинает прям вот, ну, пахнуть. Не знаю, как у вас, но у нас вот в съемной квартире вот так вот. Но я люблю, чтобы именно трубы были прочищены, чтобы, не дай бог, ничего там, как бы не было каких-то засоров, потому что я прям вот, ну, не люблю этого. И хочу сказать, что именно вот этот вот антизасор, вот то сочетание цена и качество, реально, даже оно могло бы быть, наверное, стоить дороже. Хотя нет, вот его красная цена, та, которая стоит в магазине, в пределах 15 рублей, по-моему, сейчас стоит. Так, следующее, это для таких енотов-полоскунов, как я. Я енот-полоскун, я не скрываю, я прям реально люблю, наверное, стирать и гладить. Вот прям стирать и гладить, стирать и гладить, я без этого не могу. И, как бы, я, наверное, вообще какая-то помешанная на этом. Но не суть, собственно говоря. Сейчас я буду рассказывать вам об этом порошке, бюджетном порошке от бренда Bimax. Это у меня серия Color, тут 3 килограмма. Могу сказать только одно. Вот если брать его расход и цену, то как бы, ну, нифига, он не бюджетный получается. Ну, простите, если кому-то порежет данное мое высказывание. Но не бюджетный, потому что для того, чтобы добиться реальной мылкости, размыливательности, чтобы оно вот реально размылилось, прочистило ваше белье, отстирало, можно достаточно много насыпать. Но, опять же, если брать цену и, к примеру, вы стираете, там, допустим, раз в неделю, либо два раза в неделю, это будет бюджетно. Я стираю через день, поэтому у меня порошка всегда улетает много, так как у меня маленький ребенок, я просто не терплю того, чтобы вещи были, знаете, как бы не свежие. Я фанат свежих вещей, поэтому я стираю вещи часто. И, как бы, вот этот порошок мне нравится то, что он не застирывает вещи, они не выглядят такими, знаете, пожуханными, они не выглядят какими-то, знаете, уже на тряпочках подобными. Несмотря на то, что я стираю очень часто, мне нравится тем, что, в принципе, да, сохраняет цвет, неплохо отстирывает и, как бы, цена у него была бюджетная. Следующее, что... О, Ира будет не Ира, если она не расскажет еще что-нибудь о туалетной бумаге. Аура Найс, я уже говорила о нем давным-давно. Первые мои видео были сняты от туалетной бумаги, именно об этой влажной туалетной бумаге. Это я беру для Кирилла, для сына, для Кирилла, потому что, во-первых, влажными салфетками уже, как бы, мы отошли уже давно, как бы памперсы мы еще года не было, нам было буквально 8 месяцев, когда мы отказались от памперсов. И потом нужно было переходить на очищение, да, то есть, как бы, ребенку. И я долго думала, что же выбрать. И я нашла вот эту вот туалетную бумагу, влажная туалетная бумага. Это действительно бумага, влажная бумага, которая пропитана чем-то таким гипоаллергеном, потому что никакого раздражения не вызывает. Сейчас здесь появился вот такой вот удобный клапан, который меня очень устраивает. И вот для ребенка это прям оптимальная вещь, прям вот реально оптимальная вещь. не вызывает никаких дискомфортов, так что я могу вам посоветовать. 72 листа, и их можно, вот эти вот, вот эту бумагу можно спокойно выбрасывать в канализацию, и никаких засоров вас не ожидает. Так, следующее, что у нас, это у нас опять порошок Bimax 105, у меня здесь 6 килограмм. Я его покупала, когда я его покупала? А я его покупала, наверное, в августе. Наверное, я его в августе покупала, либо в сентябре, и как вы видите, он у меня уже улетел. Еще раз говорю, потому что я стираю часто, и порошка уходит реально много. И я сейчас, знаете, к какому мнению пришла по поводу вот этого порошка? И напишите, пожалуйста, в комментариях, поддерживаете ли вы такую версию или нет. У меня сложилось впечатление того, что когда ты долго пользуешься одним порошком, он по какой-то причине перестает работать 100% на как он работал, к примеру, в начале. Бутыль порошка из той же серии. Раньше мне очень сильно нравилось, как он работал. Мне нравилось, как он отстирывал пятна. И в дуэте, к примеру, с моим любимым отбеливателем от Шерами вообще было идеально. Вот вообще идеально. Сейчас я этого не вижу. Может быть, Бимакс поменяли формулу, и что-то стало не так. Но вот как-то я подразочаровалась. И сейчас буду добивать, точнее, пересыпала вот эти порошки в контейнер для порошков. То есть у меня осталось буквально еще на пару недель порошка. Я, в общем, буду покупать себе какой-то другой порошок. Если есть желание, конечно, советуйте, какой порошок купить. Именно тот, который для отстирывания белых вещей, чтобы вот убирал пятна. И вот такой он был классный-классный. Этот порошок сейчас пока я уберу, потому что подразочаровало меня. Миллион раз говорю о своем любимом вообще просто отбеливателе Шерами. Стоит вот эта упаковочка 200 рублей. Насколько я помню, я его последний раз за эту стоимость покупала. Мне нравится, как он отстирывает, реально. Но астматикам, аллергикам, которые чувствительны к ароматам, нужно работать прям очень аккуратно. Его можно замачивать с ним бельем, можно засыпать в машинку. Он хорошо отстирывает, но он имеет резкий запах, которым вот именно вот этого отбеливателя нужно быть аккуратным. Я вот с ним очень-очень делаю аккуратненько, чтобы чувствовать себя хорошо. Но отбеливатель очень классный, мне нравится упаковка. Я поставлю вам вот так вот, можете поставить на паузу и прочитать, что, собственно, он делает. И как бы, ну, хорошая вещь, которую я, конечно же, приобрету снова. Так, и что у меня здесь? А тут у меня бумажные полотенца, которые... Слушайте, у меня там еще туалетная бумага. Вроде бы проблем с кишечником не было. Так, Зева бумажные полотенца класса премиум. Они были со снежинками, классный декор. Мне понравились такой новогодний, такой, знаете, вот какой-то праздничный, какой-то вот сезонный. Я буду ждать от Зева сейчас весенний какой-то вот, даже, наверное, в начале на День Святого Валентина на бумажных полотенцах каких-нибудь сердечек. И потом летние какие-то цветочки красивые, потому что задумка реально крутая. Еще раз говорю, я ими пользуюсь постоянно, и поэтому у меня это абсолютно расходный материал. Но вот эти стоили чуть дороже обычных бумажных полотенец, так что имейте в виду. Ну, тут написано то, что это премиум, и стоили эти два, по-моему, бумажных полотенца, по-моему, в Magnet Cosmetics за 100 рублей. Но недорого и недешево, так скажем, для бумажных полотенец. Следующее, что у меня тут? Блин, еще одни бумажные полотенца. Я же давно не снимала видео. И еще одни бумажные полотенца, тоже премиум класса. Здесь были прикольные такие магнитики, которые у нас сейчас находятся на холодильнике. Из той же серии премиум, но они были обычные, без всяких рисунков. То есть, как бы такие обычные-обычные. Еще раз говорю, они мне очень нравятся. Так, следующее, что я хочу показать для стирки, это гель, который лавер для черного. Гель для черных и темных тканей. Стоил он что-то в пределах чуть больше 50 рублей. Продается он также в Magnet Cosmetics стирать. Можно уже им при 30 градусах. Могу сказать одно, девчонки. Прикольный гель. Да, прикольный гель для стирки. И, наверное, могу сказать очень громко. Но это мои личные ощущения были того, что хорошо отстирывать и освежать черные носки мужские. Хорошо освежать, даже не нужен никакой кондиционер. И, конечно же, он где-то рядом близок с таким брендом, гелем для стирки, как Ласка. Так что смело могу его порекомендовать тоже. Для сохранения бюджета здесь целый литр. Прописано, как им пользоваться. То есть, как бы, ну, все удобно. И, как бы, да, вот это мне все понравилось. И упаковка мне понравилась. То, что когда она закончилась, ее для меня, для человека, который копит пустые баночки, чтобы снять потом об этом обзор, очень удобно, не занимает много места, да. Облегчает, собственно говоря, жизнь домохозяек. Так, следующее, что я выбрасываю, это ферри. Да, сейчас приходится пока покупать вот этот вот ферри, потому что старой версии уже его, к сожалению, нет. И я сейчас буду, нахожусь в поисках именно того чистящего средства для мытья посуды, которое меня будет абсолютно во всем устраивать. Здесь же я не могу сказать, что ферри какой-то суперконцентрированный. Я скажу, он менее концентрированный, чем предыдущая версия, которая была. То есть, они сделали ребрейдинг. Так, содержимое, по моему мнению, чуть-чуть ухудшилось. Но здесь идет объем 450 мл. Вроде бы удобная упаковка, но как-то вот не впечатлило меня средство. Но если брать сейчас на сегодняшний день из всех, что представлено на рынке, вот из таких же вот его другов, подругов, которые представлены на той же полке, что он продается, он самый мылящийся получается. Но, опять же, недостаточно мылящийся, который был раньше. Абсолютное зеро. Абсолютное зеро. Девчонки, присмотритесь на эту бутылочку и проходите мимо. В общем, это зеро. Средство, которое тоже я покупала в магазине Магнит Косметик. В общем, это средство, которое позиционирует себя, как средство на натуральной пищевой соде. То есть, как бы тут поставьте тоже паузу, прочитайте, что здесь прописал производитель. Могу сказать только одно. Вот вы можете себе представить, что средство объемом в 500 мл улетело за полторы недели. Полторы недели, девчонки. Меньше 10 дней у меня закончилось данное средство. Серьезно. Вот правда. И оно не мылится. И вот и льешь, и льешь, и льешь. Оно не пенится. Да ладно бы, если бы оно не пенилось. Оно ничего не отмывает. Какие-то элементарные там тарелки после чего-то такого жирненького. Так, знаешь, курочки жирненькой какой-то. Нет. Ничего он не отмывает. Это какая-то бесполезная штука. Стоило оно что-то около 100, чуть больше 100 рублей. Мне его советовала моя соседка. Вот сейчас бы я в нее кинула эту бутылочку, но она меня намного очень лет старше. Поэтому не могу. Ну, в общем, отвратительное средство. Зря потраченные деньги. И вот, ну, нет. Вообще абсолютный ноль, который не стоит вообще покупать. Напрасно выброшенные деньги. Ну и, конечно же, за финалем чистка унитазов. Как же без этого? Это средство частина 8 в 1. Универсальное средство. Покупаю я его в магазине FixPrice. 50 рублей. Работает классно. Можно почистить им все. Кафель. Отстирать какие-то там, не знаю, тряпочки, которыми вы делаете уборки. Которые хэбэшные, к примеру, вам освежить что-то нужно. Можно чугунную ванну отмыть. Да все что угодно. Реально классно. Только единственное, дико-дико пахнет хлором. Но если проветривать помещение, когда им пользуешься, то есть как бы в принципе неплохо. Так что вот так. Его объем идет 750 миллилитров. Оно мне нравится. Я его покупаю. И тоже смело могу вам его посоветовать. Продукт, который я чуть не забыла, но должна вам его показать. Тоже у меня заканчивается. Буквально на раз осталось. Это PemaLux Soda 5. Экстра ослепительно белый. Девчонки, могу сказать только одно. Раньше, когда вот это средство стоило, к примеру, там 30 рублей, это было реально мегабюджетное средство для очистки. Да, то есть как бы реально хорошо работало и очень бюджетно. Единственное, что он царапал, да, и нужно было с ним быть аккуратнее. Здесь очень удобная вот эта вот крышечка, которая. Все очень легко, все очень просто. Мне нравится то, что всегда защелкивается. Очистить можно тоже любую поверхность. Вообще просто любую поверхность. И главное работать в перчатках. Но сейчас эта цена на него выросла. И он дороже, к примеру, стоит, чем даже вот этот вот частин из фикс прайса. И поэтому как бы хорошее средство, но, наверное, его лучше покупать на акциях, каких-то хороших акциях, для того, чтобы, ну, как бы было оправдано. И все. Но сейчас как-то, вы знаете, меня возмущает то, что цена на него дико растет. Но неплохое средство. Его здесь тоже идет объем 480 грамм. И, как вы видите, все очень просто открывается. Так что тоже его периодически покупаю. И без него уже не могу элементарно даже просто почистить раковину. Хоп-хоп-хоп. Быстро в перчатках освежили. И нет никакого резкого запаха, в отличие, как, к примеру, от частина. Тоже нужная вещь. Но, еще раз говорю, очень выгодно его лучше покупать на акциях. Так что вот так вот. Вот такие были у меня пустые баночки хозяйки на заметку, выходящие в 2017 году. Я надеюсь, что все, больше у меня никаких таких тары никакой не будет в 2017 году. И все, я от всего этого избавлюсь. И в 2018 год мы шагнем без вот этой ненужной тары. Конечно, если данное видео было вам интересно, поддержите меня пальчиком вверх. Конечно же, пишите свои комментарии, нравится ли вам такого рода видео. Если вам было со мной интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить какие-то свежие новые видео. Я всегда рада новым подписчикам. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы там тоже быть у меня в друзьях. Там мы намного, так скажем, чаще общаемся. Более тесное общение идет. Я вас всех люблю, целую. Избавляйтесь от всего ненужного, от всего хлама. И заступайте в Новый год уже с чистой квартирой и без лишнего мусора. Всех люблю, целую. Увидимся в скором будущем новом видео. А новое видео у меня будет на тему пустые баночки. Уже косметические выходят за собой. Так что всех люблю, целую. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok